Всем привет, друзья. Нормально. В прямом эфире. Сразу всех добавляйте, приглашайте. Я сейчас буду отвечать на вопросы наших читателей блога. У меня есть блог, на него можно войти через страницу urm.su и блог. И куча информации, просто вагон информации про ресурсное здоровье. Вообще, я Александр, меня доктор, занимаюсь медициной всю жизнь, классическая, 11 лет занимаюсь ресурсным оздоровлением. Такой способ оздоровления, когда с помощью определенных технологий задействуются внутренние ресурсы человеческого организма, иммунитет, кровоток, нервная система. И организм начинает функционировать совершенно по-другому. Так я оздоровил себя, имея травму в 14 лет. Так я работаю последние 11 лет с разными компаниями, с клиентами их компаний, работаю. Вот. И что вижу? Что можно оздоровливаться, например, от сохранного диабета, от инсульта, после инсульта, после инфаркта, от миом, женских, например, от аденом, предстательной железы и так далее. Артрозы, остеохондрозы, гастриты, полипы, миомы. Все это оказываются, в общем-то, болезни, которые в классической медицине, хотя считают или неизлечимы, или трудноизлечимы, или прибегают к оперативным методикам, к ядовитым методикам. Но все люди по природе своей, они все-таки хотят обойти операцию, обойти прием химических препаратов. Хотя я классический врач, я считаю, что доктор все-таки должен заниматься диагностикой, хирургическими своими методиками, инфекционными болезнями, в частности, родоспоможением, срочными проблемами и так далее. В общем-то, впервые в мире эту медицину ресурсную я описал как концепцию, и пропагандирую, продвигаю. Много лет ездил, очень много ездил и в Украине, и в России, за пределами. Потом понял, что не могу физически уже так работать и написал книг несколько. Сегодня к изданию третья книга уже две есть. Пожалуйста, пишите. Про книги у нас тоже отдельно. Про книги дай, пожалуйста, этот самый сайт. Книги можно заказывать, спрашивать, приобретать. Абсолютно, вообще, впервые в мире собираю доказательства выздоровлений. Доказательства. То есть, это, в общем-то, такая научная деятельность, но начало ее. Сбор данных. Эти данные собираю, эти данные обсуждаю с классическими докторами. Я про них чуть дальше скажу. Они сегодня тоже очень активно начинают вести диалог. Вернее, мы ведем с ними диалог, и они с нами готовы сотрудничать. Сегодня, например, у нас был интересный лайв. И с моим другом, коллегой, профессором, академиком. Завтра планируется еще один лайв с другом, еще один лайв. В общем, впервые в мире вообще беспрецедентно, абсолютно. Мы создали с партнером моим проект онлайн-образование для взрослых людей, для сотрудников компании, для клиентов. Проект называется «Университет ресурсной медицины». На него можно прийти и обучаться. У нас сейчас очень прикольная есть такая акция тестовая. Месяц можно за копейки буквально потестировать, что это такое. Потому что это впервые в мире, потому мы решили все-таки тестовую такую штуку сделать. Активно наши потенциальные наши клиенты подписываются, заходят и не пожалеют. Потому что в течение месяца можно попасть на две сессии первого курса, на две сессии второго курса, где мы разбираем истории здоровья. Сессия первого курса будет завтра, например, если можете прямо на нее поступать. После завтра сессия второго курса «Разбор истории здоровья» с гостей, классическим доктором-инфекционистом, с 20-летним стажем Карина Георгиевна. Она уже провела вебинар и очень восприняли хорошо наши студенты. Гость ее вебинар классный. Короче говоря, речь идет про здоровье, про ресурсное здоровье. Как я уже сказал, основные две методики. Это массаж тепло, есть миостимуляция, есть вибротерапия и другие методики. И не только такие. Компании производят оборудование в Китае, в Корее, в Японии и так далее. Продается в разных магазинах, в разных компаниях. А я доктор. Я отвечаю на вопросы, в том числе людей, которые находят нас через интернет. Мы пользуемся технологиями интернет-продвижения. Очень, 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 как бы сказать, хорошо. Очень хорошо, актуально, востребовано для не только пожилых, для молодых. Наша категория, которая больше всего нас смотрит, это мужчины 25-35 лет. То есть, люди, которые привыкли, уже понимают, что нужно думать про здоровье заблаговременно. Да, если вы нас смотрите в записи или прямо сейчас, друзья, напишите, может, с какого города. Делайте репост, приветствуется. Поделитесь с друзьями, потому что бы друзья узнали про вот такое вот совершенно беспрецедентное действие, которое есть у нас. А я сейчас начну отвечать на вопросы читателей. Есть еще такая категория читателей. Нас любят читать. Любят читать, читают, слушают. Итак, вот почта. Мне на почту присылают вопросы. И вопрос вот какой. Здравствуйте, Александр. Напишет Татьяна. И команда. Нужна помощь. Мужчина 63 года. Около четырех лет с врачом. Проблема с языком. Но речь идет про простату. Я не пойму взаимосвязь. Языки простаты. Ну, в общем, повышен показатель ПСА. Через нескольких лет. Сейчас сделали биопсию, как я понял. Ставят вопрос о дальнейшей терапии. С подозрением на рак простаты. Как нужно делать, что можно. Одно точно. Нельзя применять никакие методики воздействия на то место, где или рак есть, или он может быть. Подозревается. Или был. В этом случае пациент должен проходить терапию согласно алгоритмов классического доктора, уролога. Достаточно ли этого? Нет. Нужно в это время свой иммунитет поднимать, поддерживать. Этому мы учим на сессию номер семь первого базового курса. Двухмесячный такой курс. Есть базовые восемь сессий. Седьмая сессия посвящена абсолютно иммунитету, онкологии, аллергиям, аутоиммунным проблемам. И мы учим, как воздействовать на позвоночник, на живот, как оздоровять голову и шею, чтобы иммунитет был хороший. Потому что для того, чтобы не было рецидива рака, нужен иммунитет. Для того, чтобы вообще не было рака, нужен иммунитет. Если рак состоялся, это иммунитет. Был плохой много лет. Поэтому, как оздоравливаться? Массаж с тепловыми методиками, пожалуйста, приходите. Мы вас научим. Более что, Татьяна спрашивает. Есть какой-то человек, который хочет обучаться в университете. Пожалуйста, телефон Татьяна свой дала. Кстати, если наш офис смотрит, запишите ее тоже телефон. Прозвонить нужно. Поступать можно к нам и учиться. И учить оздоравливаться клиентов. Следующий вопрос задает Ирина. Тоже из блога вопрос. Испытует постоянное чувство жжения во рту с левой стороны внизу на протяжении 6 лет. Как правило, использует фантабол и нефритовый ковер, чтобы жжение прошло. Непонятно. Ну, вопрос такие тоже задают. Какое-то жжение во рту. Почему оно? Не знаю. Может, там стоматит. Может, у вас протест стоит в полости рта. Может, какая-то непереносимость чего-то. Не хватает минералов. Ну, диагностикой мы не занимаемся. Тем более онлайн. Точно для этого существуют классические методики диагностики. В этом классическая медицина сильно. К стоматологу надо обратиться. Но, как минимум, мы требуем, чтобы при задавании вопроса все-таки сообщали предысторию. Предысторию. Это очень важно. Очень важна предыстория. Очень важна предыстория. Ну, и, конечно же, диагностика от классического врача. Дальше. Вопрос из блога задает Таисия. Лечусь на оборудовании массаж тепловом. С лета. Ну, то есть, где-то полгода. От хронического цистита. Был острый пилонефрит. Продолжила лечение. Снова поднялась с риск уровня лейкоцитов. Перешла на максикла. Продолжаю болеть. Спина. Что делать дальше? Посоветуйте. Где границы между реакцией и улучшением ярким воспалением? Ну, то есть, Таисия, видно, слушает нас. Чуть-чуть понимает. Разница в реакции и улучшении яркого воспаления. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. В цифрах каких лейкоцитов написали я не понимаю. Цифра непонятная. Но, если есть воспаление почек. Нужно УЗИ. Нужно записаться к нам. У нас есть ассистенты. Два штатных ассистента в университете ресурсной медицины. Которые мне помогают вот такие истории разложить. Понять. Выложить. На кейсах мы обсуждаем. Нужно УЗИ почек выполнить как минимум. Нужны все анализы. Мочи общей. Суточной. Чапаренко. И вот уже с дообследованием такой вопрос задать. Потому что может быть все что угодно. Все что угодно. И продолжение острого процесса. И что-то еще. Почему поднимается так уровень лейкоцитов. Можно ли пользоваться в это время массажем тепловым оборудованием? Можно. Как минимум можно оздоравливать позвоночник. Продолжать по сценарию позвоночник 5 плюс 1. Такой классический сценарий. Мы его учим в четвертой сессии первого курса. Пожалуйста. Приходите. Познавайте. Как оздоравливать иммунитет через позвоночник. Через позвоночник. Да. Локально можно ли воздействовать на пузырь и на почки. Я бы принял решение после того, когда вы сделаете дообследование УЗИ и анализы крови и мочи. Чтобы мы могли хотя бы дистанционно примерно понимать о чем идет речь. О какой стадии и форме заболевания идет речь. И так дальше. Следующий вопрос задает Павел. И тоже читатель нашего блога. Прошу советы по поводу заболевания моей сестры. Ей 76 лет. Много лет страдает диабетом. Много лет после диагноза артроза заболевания сустава. После неоднократного падения сустав разошелся. Ну это по-моему не да. Врачи отказались сделать операцию по замене суставов. Непонятно. Из-за этой болезни начал поболевать сердце. Тоже вряд ли такая взаимосвязь может быть. Из-за артроза вряд ли сердце может болеть. Вот из диабета. Ну как бы да. Диабет осложняет течение сосудистых проблем всех. Ходит с трудом только по дому. Скажите пожалуйста какой аппарат. Массаж тепловой можно применять дома. О. Диабет. Оздоровление диабета возможно. Второго типа диабета. Возникающего в позднем возрасте. Полное причем оздоровление. Мы этому. Я там собрал ну наверно 100 доказательств. Видео и больше у наших партнеров. И до сих пор присылают о выздоровлении диабета. Оздоровление диабета. Тремя сценариями. Сценарий живот. Кино. Сценарий позвоночник. Голова шея. Потому как гормональная система управляется в голове. Это целый сценарий. И еще оздоровление сосудов дополнительно. Рожжение крови. Использование при сжигании. Для того только чтобы понять как оздоровляется диабет. Нужно пройти сессию номер два. Сессию номер три. Сессию номер четыре. Сессию номер пять. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре сессии. Пол курса проучиться. Чтобы понять как оздоровится диабет. Потому что что куда применять в этом суть. Потому что продать в общем то можно учить продать аппарат. А вот как его применять для результата, ради этого создан наш онлайн проект обучения и сопровождения до результата. Поэтому, пожалуйста, поступайте к нам, Павел, учитесь. В идеале, конечно, хорошо было, чтобы те люди, которые вам продают, к нам поступали учиться. И мы к этому всех и призываем, чтобы специалисты и продавцы владели все-таки каким-то пониманием ресурсного здоровья и методик. И таких вот сценариев оздоровления при той или другой болезни. Еще. При саркоидозе могут ли поставить инвалидность? Александр задает вопросы с блогом. Могут, да. Но, в общем-то, инвалидность вообще ставит по поводу функциональных нарушений, которые мешают жить. Не сам диагноз является поводом установления инвалидности, а то, насколько он нарушает. Ну, например, функцию дыхания, бронхи, легкие, насколько вовлечены в болезни и усложняют жизнь. Такие вопросы задаются у нас на блоге Сергей. Спрашивает из блога по теме аутоиммунных болезней, в частности, как помочь человеку с красной волчанкой при помощи массажа плова-оборудования. Можно ли помогать? У нас есть такие ситуации, когда даже вот такие аутоиммунные сложные проблемы, как красная волчанка, стрептодермия, полных выздоровлений, оговорюсь, я еще пока не видел. Но есть ситуации, когда великолепно сдвигается ситуация в сторону здоровья. Ремиссия наступает, уходит проявление. Уменьшается зависимость от фармпрепаратов. Гормоны при таких болезнях, как правило, назначают. И вот их клиенты меньше уже пьют, проще живут, функционально органы, системы работают совершенно по-другому. Как, здравится, вот это вот уже требует все-таки обучения, потому что есть необходимость понять работу иммунитета, а он поломан, в кавычки, при такой болезни, да? При такой болезни вовлечены, надо понимать, какие органы, и им тоже можно помогать. При помощи массажа тепла, да, приглашаем на обучение, пожалуйста. Чего, куда применять, самый интересный вопрос. Так, благодарственное письмо. Еще вопрос из блока зовет Наталья. По поликистозу почек, креатинин 545, почки очень увеличены. Врачи говорят, что почки работают на 5%, готовим на диализ. Есть ли какая-нибудь альтернатива? Ну, поликистоз, болезнь врожденная, генетическая, развивается после того, когда... Ну, не обязательно с самого начала жизни может развиваться эта болезнь. Но это врожденная болезнь, в отличие от одиночных кист в почках. Соответственно, тому, что она генетическая, она не излечивается. Я не видел тоже. Может, чудеса бывают, да. Можно ли бороться за здоровье без диализа? Ну, во-первых, диализ – это не приговор. Это норма. В таких ситуациях диализ – это норма. Надо смело идти на диализ. Потому что многие боятся самого диализа. О, я сяду, буду теперь вот к аппарату привязан. Аппарат помогает вывести, аппарат гемодиализа вывести токсины. Какой-то... Конечно же, он работает вместо почек. Но можно ли бороться за оставшуюся часть в почках? Да. Все-таки 5% или не 5% – это другой вопрос. Осталось здорово. Но за эту часть, которая еще здорова, за нее можно бороться. Оздоравливать, улучшая кровоток, улучшая иммунитет, бороясь с воспалением, бороясь за регенерацию от этих самых оставшихся 5% или 10% или 20%. Есть у нас прецеденты, когда прямо с диализа люди не то чтобы уходят, но уменьшают значительно, и функция почек восстанавливается с нуля. То есть не было вообще мочи, был человек абсолютно привязан к диализу. Сегодня больше литра мочи. Он посещает аппарат гемодиализа, но реже. Он менее привязан, более свободен в передвижении, в жизнеобеспечении и так далее. Вот. Это про вопрос. Про поликистоз. Еще вопрос из блога задает Ирина. Где можно купить прибор для снятия напряжения с диска позвоночника? Как он называется? Диски стираются, вторая стадия болезни. Хороший вопрос. Где можно купить? Много где. В магазинах на земле, в магазинах в интернете. Новые, БУ, большие, маленькие. Просто массажируют. Массажируют и прижигают. Тепловые ковры, массажные приборы, начиная от маленьких, заканчивая сами огромными. Все это можно приобретать. Ну, Ирина, не знаю, насколько пользователь интернет. Ну, как минимум, можете начать с огромных магазинов Алиэкспресс, Амазон и дальше по списку. Это то, что только в интернете. В своем городе вбейте, я не знаю, массажный, тепловой прибор для здоровья позвоночника. Как-то так, начните искать, подсказать можем, лучше, хуже, сколько эффективнее. Но после приобретения, конечно, к нам мы будем вас обучать, как им пользоваться. Это самое важное. Купить прибор можно, но потом надо же им пользоваться для того, чтобы был результат. Это к нам. Это к нам, университет ресурсной медицины. Так, и еще вопрос с блога. Спасибо, доктор, за семинары и курсы. Живу в США. Как мне заказать шариковый нефритовый проектор? Если у вас представитель США будет скоро, в Сакраменто, будет. Туда забираемся в этом году приехать, найти партнеров и оздоровлять Соединенные Штаты, в конце концов. Ну, сколько можно. Самая богатая, радостная страна. И у них люди не знают, как жить без болезни до 120 лет в ресурсном здоровье. Мы приедем и будем обучать, ищем партнеров. У нас есть партнеры, которые могут помогать, но ключевых ищем. Сакраменто будет шикарно, шикарно. На Восточном побережье, как раз мы туда хотим в этот раз заехать и найти партнеров для сотрудничества в Соединенных Штатах. Проектор без проблем. Дальше, 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 наверное. И, наверное, все. Они вот еще. При опущении матки, спрашивает Галина, тоже с блога. Вопрос с Facebook группы. Нефритовым поясом, нефритовым ковром, турмалиновой подушкой при опущении матки. При опущении матки, во-первых, разная степень есть, при небольших степенях выраженности опущения матки, пожалуйста, можно применять. Приемы прижигательные, после чего лежать необходимо. Или миостимуляционные приемы, после чего лежать необходимо. Цель натренировать мышечно-связочный аппарат тазового дна. В легких степенях опущения, при легких степенях опущения, ну, ситуация может поправиться. В сложных степенях надо оперироваться. Не видел я избавления от сложных степеней опущения матки. Принципиально я сказал, как. Ну, и Марите задает 7 вопросов. Перитерниальный диализ, геймонгиома, проопережность сосудов из сердца. Через какое время после операции на катаракту? Является ли оборудование, массажная кровать надежным способом для безоперационной гриши? Мерцательная аритмия. Как победить высокое давление? Короче, Марите, это точно объем всего первого курса обучения в университете ресурсной медицине. Потому что Марите, ну, может, наверное, работает все-таки. Ну, да, судя по названию почты, то она работает в одном из магазинов, в одной из компаний. Конечно же, на обучение приходите. Потому что на такой объем вопросов, ну, это вы же не свои вопросы задаете, а задаете вопросы клиентам. Чтобы ваши клиенты были счастливы, оставались с вами. Приведите к нам, обучайтесь, сопровождайте клиентам. Мы предлагаем помочь вам сопровождать клиентов до результата вместе с вами, ваших клиентов. Чтобы вы их не теряли, чтобы ваши клиенты вам приводили других довольных клиентов. Ну, вот так я думаю. Тем более в Прибалтике. Там же цивилизация, уже все-таки Европа давно. Что дальше? Дальше все. Я ответил на все вопросы читателей блога. Пригласил всех, кого успел. Вот, сижу телефон. Пригласить, пригласить, пригласить. Мне нравится, что я вас часто приглашаю. Удаляйтесь. Удаляйтесь из друзей. Мне 5000 уже некуда помещать в новые друзей. Потому что мне интересно. Пригласите своих друзей сами. Удаляйтесь или отписывайтесь. Отписывайтесь. Ничего страшного. Надо учиться отписываться. Университет ресурсной медицины. Совершенно уникальный проект образования взрослого населения. Цель. Помочь достичь 120-летия без болезни, активно, активно продолжая жить без лекарств и операций. Я, Александр Малко, классический доктор по специальности хирург. Приглашаю всех обучаться. У нас есть сегодня тестовая такая возможность один месяц протестировать. Понравится, остаетесь с нами посетить две минимум-сессии первого курса, две второго курса, которые будет завтра первокурсная сессия, а после завтра второй курс. Итак, в этом месяце планируется несколько вебинаров с классическими докторами. Моими коллегами это только про...